Работа по усилению конструкции Красногорского гидроузла Вместе с тем Минпром хочет провести работы без конкурса, так как время не ждет Если их все же УФАС не разрешит провести работы без конкурса, то этот конкурс пройдет только 29 марта Из-за плохих дорог в Омске в прошлом году погибло 75 человек Судя по цифрам, негативная тенденция прогрессирует Об этом накануне заявил начальник отдела ГИБДД ОМВД России по городу Омску Дмитрий Зырянов Так, по итогам 2015 года показатель смертности на умских дорогах составлял 8 случаев на 100 тысяч населения Всего произошло 2591 ДТП, это на 20% больше, чем в 2014 году Погибли 94 человека, 2157 были ранены В Омске зафиксировано 555 мест концентрации ДТП, среди которых 100 с наездами на пешеходов В Октябрьском округе произошло 338 ДТП с пострадавшими в Ленинском 353, в Центральном 835, в Советском 485, в Кировском 580 Наиболее опасными остаются улицы Мира, проспект Маркса, Красный Путь, улица Дианова, Богдана Хмелицкого и другие В Омске прошел пятый бизнес-конгресс Стратегические ориентиры бизнеса Организатором мероприятия выступили агентства Делфи совместно с финансовой группой БКС На протяжении трех дней представители бизнеса и финансовые аналитики из Москвы, Новосибирска и Умска Обсуждали вопрос развития российской экономики в условиях экономического кризиса, перспективы национальной валюты А также эффективные стратегии для сохранения и приумножения капитала Эксперты уверены, что сложившаяся на внутреннем рынке конъюнктура способствует проведению подобных мероприятий Компания БКС на регулярной основе проводит подобные мероприятия, как открытого, так и закрытого типа В кризис подобные мероприятия наиболее актуальны Мы хотим показать людям, жителям города, какие возможности дает кризис и как их максимально использовать Что кризис это, в первую очередь, это возможность, а не трагедия В рамках бизнес-конгресса известный финансовый аналитик и биржевой обозреватель Владимир Левченко Озвучил свои прогнозы развития мировой и российской экономики в условиях санкции, а также перспективы рубля и цен на нефть Опять же, сырьевой цикл закончен, цены на нефть, они, скорее всего, где-то останутся вблизи текущих уровней Расти особенно будет сложно, если будут какие-то движения, там могут быть только некие локальные всплески Ну и падать тоже, наверное, будет достаточно сложно Принципиально это ничего не меняет и для основной массы бизнеса в нашей стране, в общем, абсолютно без разницы Там нефть упадет до 25, там останется здесь, еще что-то Потому что нам важно то, что постепенно, медленно, но, слава богу, до наших властей дошло Что мы в этой ситуации всерьез, мы в этой ситуации надолго Поэтому либо у нас должна начать расти экономика, с этим сложно Либо нужно тем или иным образом все-таки жертвовать курсом рубля Перестать делать из него некую священную корову Все-таки дать людям зарабатывать эти самые рубли, ну, какие они есть Поэтому нужно двигаться дальше в этом направлении И вот какая-то кредитная разморозка уже начинается Соответственно, это будет лучше для бизнеса И вот те страхи, которые были в прошлом году, которые сейчас, может быть, действительно вышли где-то на максимуме Вот эти страхи, они будут уходить Соответственно, все это позволит найти бизнесу какие-то такие точки для опоры, для поддержки И все же эксперты сходятся во мнении, что кризис это время возможностей Сегодня существует немало финансовых инструментов для частных инвесторов С которыми можно рассчитывать на достойный результат Группа компании БКС, имеющая максимальный рейтинг надежности Национального рейтингового агентства Предложила участникам бизнес-конференции широкий выбор стратегий и продуктов Для приумножения капитала именно в этот период Население, причем вне зависимости от уровня финансовой грамотности или еще чего-то Воспринимает банк как самый консервативный, самый надежный способ владения и распоряжения своими деньгами И при этом считает, что брокеры это все-таки для тех, у кого есть свободные деньги Сама форма владения деньгами и распоряжения банковская и брокерская Они между собой отличаются и брокерская форма владения денежными средствами Может быть во многих аспектах гораздо надежнее Брокер это посредник, который дает вам доступ к той или иной биржевой площадке И поэтому брокер действует от вашего имени, в ваших интересах, но по вашему распоряжению Поэтому в случае банкротства брокера, в отличие от банкротства банка Вы просто переводите свои активы в другой финансовый институт, другому брокеру И спокойно распоряжаетесь им Вот это основная особенность, ключевая И мы сейчас видим, как юридические лица начинают это использовать Потому что юридические лица не подпадают под агентство страхования вкладов И поэтому они уже охотно размещают свои денежные средства Именно не на банковских счетах, а на брокерских счетах Потому что возможно абсолютно мгновенная ликвидность, которая так важна для юридических лиц Возможность использовать эти деньги И также возможность зарабатывать на них, пока они лежат на счете брокера Пятый бизнес-конгресс стал продуктивной деятельной площадкой Для общения с ведущими российскими экспертами в области бизнеса и финансов Два дня омские бизнесмены общались, спорили и анализировали Непростой год, который нас ждет, не обещает легких путей и решений Но подобное мероприятие, уверены организаторы, дало участникам понимание И возможность действовать в сложившейся конъюнктуре и действовать успешно Служба исследования Headcounter провела опрос среди работников компании И выяснила, что четверть респондентов так или иначе искажают информацию о себе В кругу коллег или начальства Так, 19% признаются, что скрывают те или иные факты частной жизни от сослуживцев А 14% напротив, приукрашивают некоторые события, касающиеся их личности Интересные различия прослеживаются в разрезе профессиональных групп Так, самыми искренними в разговорах с коллегами являются медики и представители фармацевтической отрасли А маркетологи, напротив, предпочитают умолчать или соврать о том, что касается их персоны Чаще всего работники предпочитают умолчивать факты о своем материальном положении А приукрашивать достижения на профессиональном поприще в прошлом Тем не менее, находятся такие, кто не прочь рассказать коллегам О достатке своей семьи, собственных хобби и увлечениях, вкусах и предпочтениях Снабдив эти сведения, выдуманные изюминкой, приукрасив или даже откровенно солгав Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что обеспокоена ростом неполной занятости среди населения Пишет коммерсант По оценкам Росстата, уровень общей безработицы в России уже третий месяц подряд сохраняется на уровне 5% Что существенно отличается от показателей прошлого года Еще в декабре, по оценкам министра труда и соцзащиты Максима Топилина Численность сотрудников, которые по инициативе администрации перешли в режим неполной занятости Или ушли в отпуска по соглашению сторон, находились в пределах нормы Однако, согласно последним данным, которые представил Минтруд Сейчас общая численность работников, находящихся в простое по инициативе администрации В вынужденных отпусках, а также занятых в неполное время, превысила 300 тысяч человек Выбор выборов, так называется статья в газете «Четверг» На заседании законодательного собрания депутаты решили частично вернуть прямые выборы в Омской области Которые сами же отменили в марте 2015 года Вице-губернатор Владимир Компанейщиков предложил парламентариям предоставить альтернативу городским и сельским поселениям при выборе главы Теперь глава может избираться либо местными депутатами, либо, как и прежде, прямыми выборами При этом вице-губернатор подчеркнул, что выносимые изменения не касаются процедуры избрания мэра Омска Установка счетчика на микрозаймы, выдаваемые одному заемщику, должно помочь россиянам избежать встречи с коллекторами Об этом пишет на своих страницах московский комсомолец С такой инициативой выступил Центробанк, предложив совместно с саморегулируемыми организациями определить лимит по кредитам, которые можно будет выдавать в одни руки В Центральном банке ссылаются на то, что сегодня нередки ситуации, когда человек погашает долг за счет другого кредита и тем самым попадает в еще большую зависимость от кредиторов Тогда как ограничение количества займов позволит снизить вероятность подобной ситуации и заставит микрофинансовой организации тщательно выбирать клиентов МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА